Добрый день. Мне выпала честь модерировать этот первый круглый стол, который называется «Война». И для того, чтобы представить вам этот круглый стол, я хочу сказать вам, что война – это нечто, что Россия знает, к сожалению, уже очень давно. И мы вот только что говорили об Олеге Орлове, который, конечно, в наших мыслях беспрестанно, и мы, конечно, постоянно очень внимательно следим за его судьбой с момента его задержания. И на самом деле он начал свою карьеру в качестве правозащитника как раз с войны в Афганистане. То есть, конечно, он всегда выступал против войны, он всегда работал над тем, чтобы документировать военные преступления в ходе конфликтов, в которых Россия участвовала. Так или иначе, прямым, скажем, или косвенным способом война, которая ведется за счет пропаганды. Вот обо всем этом сегодня мы поговорим с нашими приглашенными участниками. Именно поэтому мы назвали этот круглый стол просто одним словом «Война». И мы, конечно, поговорим о том, как зародился вообще этот вопрос, скажем, эта тематика. Александр Черкасов расскажет нам об этой цепочке безнаказанности преступлений и об этой цепочке тех акторов, которые участвуют в этих конфликтах. И эта цепочка не прекращается, как мы видим, уже долгие годы. Мы очень рады, что с нами сегодня Дилинс Волоха из Харькова. Я хочу отдельно поприветствовать его, потому что это, конечно, долгий путь. И очень непросто добраться до Парижа вам было сегодня. И вы только что к нам приехали. Я думаю, что вам было непросто. И благодарим вас за то, что вы с нами. И мы очень-очень рады вашему присутствию здесь. С нами также Усман Дьяй, журналист из ТВ5 Монд, который расскажет нам о ситуации в Африке, о присутствии России в Африке и нескольких аспектах этого присутствия. И Лоран Жеслен, который расскажет нам о Балканах. И вот все эти темы постепенно мы обсудим. И поэтому сейчас, не откладывая в долгий ящик, я передаю слово Александру Черкасову, который расскажет нам немного и о Чечне, и о Сирии, об Украине, конечно. Но также кто расскажет нам такое, скажем, вступительное слово, скажем так, об этой цепочке небезнаказанности, которая до сих пор не прекращается. Представлю очень кратко Александра, который является председателем ЦЗПЧ Мемориала, являлся им до 2022 года, если я не ошибаюсь. И, конечно, очень известный правозащитник, который работает в Мемориале с самого начала его создания, и которого вы, конечно, знаете. Поэтому, пожалуйста, наденьте наушники, если вам нужен французский перевод. К сожалению, на украинский у нас перевода нет. То есть наши языки рабочие будут сегодня русский и французский. Пожалуйста, наденьте наушники, если вам нужен перевод. Да, к сожалению, мой французский пока похож на преступление против человечности, поэтому я буду говорить по-русски. Значит, во-первых, до того, о чем вас всех уведомила Александра, я скажу в пандан славам Анастасии Игариной, что в нашем сегодняшнем мероприятии есть определенная логика. Как сказано у Шекспира, в этом безумии есть система. Правозащитный центр Мемориал, который на самом деле возникал с 1989 года, мы как женщина, которая всегда говорит, что ей 30 лет, она же говорит правду. На самом деле нам чуть больше. Мы как центр образовались в 1991 году, в 1992 году приняли устав, только в 1993-м его зарегистрировали. Сложная история, как всегда. И мы говорим о сложных историях. Так вот сложные истории, которые мы излагаем сегодня здесь и завтра, три, казалось бы, очень разных круглых стола, они на самом деле связаны. Мемориал начинался с двух, прежде всего, работ. С работы в горячих точках, правозащитный центр Мемориал, на Горный Карабах и далее везде. И с работы с беженцами. Светлана Ганнушлина с 1989 года занимается работой с беженцами. А беженцы, они беженцы от войн. И репрессии тогда, бывшие политические репрессии в начале 90-х, в основном мы видели в зонах конфликтов и связи с конфликтами. Кстати, Олег Орлов в Мемориале в правозащитном центре был первым руководителем программы поддержки политзаключенных в начале 90-х, 30 лет назад. И все эти сюжеты связаны также с сюжетами дискриминации, которые либо возникают в результате конфликтов, в результате войн, либо приводят к войнам. И, собственно, в Мемориале в правозащитном центре долгое время были несколько программ, занимавшихся этими аспектами, в общем, одной главной проблемы. Ибо грубые массовые нарушения прав человека в последние годы существования Советского Союза и на постсоветском пространстве прежде всего были связаны именно с вооруженными конфликтами. Так что выбор этих круглых столов наших обусловлен именно логикой работы правозащитного центра. Во-вторых, перехожу к той самой теме. Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве кажутся неким хаосом, безумием, но в этом безумии также есть система. Совершенно верно, Афганистан. Если учитывать афганскую войну, Россия воюет больше 40 лет. Дальше войны на периферии Советского Союза и постсоветского пространства. Первая Чеченская война, вторая Чеченская война, Грузия и далее везде. Эта цепь войн позволила сохранить субкультуру, которую мы теперь видим, разросшуюся в войне в Украине. Субкультура военных преступлений. И эти действия, это повторение прошлых преступлений, их воспроизводство, их умножение, это тоже не случайно. Одни и те же люди, одни и те же генералы, боевики участвуют в разных войнах и несут опыт из одной войны в другую. Если мы будем говорить про Африку, то вот в течение прошедшего года вагнеровское хозяйство в Африке принимал, в частности, генерал Суровикин. А генерал Суровикин, между прочим, первое преступление свое такое совершил в последнюю ночь существования Советского Союза, в ночь с 20 на 21 августа 1991 года в Москве, во время августовского путча. Это его подчиненные убивали защитников Белого дома. И, видимо, именно из-за этой связи Суровикин был поднят на такие высоты. В общем, заурядный военный, но как символ подавления демократии он и был поднят Путином на такие высоты. Или человек, который развязал, начал войну на Донбассе в 2014 году, 12 апреля, Игорь Стрелков, осужденный за сбитый в 17 июля того же 2014 года Боинг Гаагским судом. Стрелков воевал в Приднестровье в 1992 году, в Югославии после этого. Пожалуйста. И во время Второй Чеченской войны как офицер ФСБ он координировал похищение и насильственное исчезновение людей. А, например, в 2014 году КГБ в Донецке устраивал человек, который до того устанавливал в 1992 году структуру госбезопасности в Приднестровье, а еще в 1990-1991 годах руководил рижским ОМОНом в Латвии. Можно продолжать. Число таких людей, на руках каждого из которых многочисленные преступления, людей, не понесших наказание, не по случайности, потому что есть система организованной безнаказанности, которая и воспроизводила эти преступления, давала другим людям пример того, что можно так делать, как стрелков, и ничего вам за это не будет. Это и привело к тому, что в итоге мы сейчас имеем полномасштабную войну в Украине. И последнее. Кто-то может подумать, что все становилось хуже, хуже, хуже и хуже. Нет. Оно было плохо, в общем, все время. Афганистан, где так и не посчитали погибших гражданских, миллион больше. Но вот в Первую Чеченскую войну было убито в Чечне до 50 тысяч гражданских. Это очень много. Это чудовищно много. И по кровавости, и по безнаказанности Первая Чеченская война приближается к тому, что сейчас мы видим в Сирии и в Украине. И уши, если угодно, резали все это время и в Афганистане, и в Первую Чеченскую, и во Вторую. Все это было и раньше. Но сейчас есть больше способов документировать это, говорить об этом, не давать злу быть безнаказанным. Ну и самое последнее. Сейчас к этой работе предъявляются особенно жесткие требования. Я уверен, что кто-нибудь здесь будет говорить о нашумевшем трехсерийном фильме команды Навального, который считает, что самое худшее, что было в России, там воровали. Сейчас идет и будет идти большая полемика о том, что было 30 лет назад. Так вот, это накладывает особенную ответственность на тех, кто занимается этой работой. Потому что каждое слово, каждая буква, каждое утверждение будет находиться под лучами прожекторов. Я надеюсь, что мы сможем выстроить нашу работу так, чтобы лучи ничего лишнего не высветили и высветили то, что мы хотели бы сказать. Спасибо. Большое спасибо, Александр. Я хочу, конечно, поприветствовать и здесь подчеркнуть важность работы мемориала, в частности, программу «Горячие точки». Конечно, в этом зале сегодня уже много журналистов, которые писали репортажи, статьи о Течне, о Грузии, как раз-таки в частности благодаря работе мемориала. И мемориальцы заплатили за эту работу высокую цену. И, конечно, нужно здесь вспомнить Наталью Истимирову, которая как раз была убита за ее работу в Течне, Айуба Титиева, который был задержан по подложенным, конечно же, обвинениям, и который сейчас находится в тюрьме. И он также как раз занимался документацией военных преступлений в Ингушетии, в Течне и так далее. И хочу также напомнить, что мемориал официально был ликвидирован так называемым Минюстом Российской Федерации как раз незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину. И я думаю, что, конечно же, это не случайный тайминг, скажем так. Большое спасибо. Я хочу передать слово следующим участникам нашего круглого стола. Я думаю, что мы еще оставим время на вопросы и ответы. И я думаю, что наши участники будут дополнять слова друг друга. Обращаясь к Денису, большое спасибо еще раз, что вы приехали к нам. Вы говорите о невыполнимой миссии подсчитать все преступления России в Украине. Действительно, это очень сложная миссия, тем более, потому что война, к сожалению, все еще продолжается. Мы смотрим пока еще не назад. Мы не можем пока перевернуть эту страницу. То есть вы продолжаете свою работу по документации преступлений, и эти преступления продолжаются. То есть они совершаются каждый день. И мы хотели бы, конечно, чтобы вы рассказали нам не только о своих выводах, но и о том, как вам удается вести эту работу сейчас в Харькове и в Украине в целом, для того, чтобы задокументировать преступления российской армии. Спасибо. Два последних года моя организация занимается тем, что собирает, как и другие, многие другие украинские организации, собирает информацию о российских преступлениях в Украине. Но на самом деле мы занимаемся этим значительно больше, потому что война длится уже 10 лет. но за последние два года мы собрали информацию о более 60 тысяч преступлений. Тысячи людей прошли через наши офисы в Киеве, Харькове на выездах. И каждая эта история это чей-то погибший родственник, это кто-то, кого-то, кого пытали, кто-то, кто потерял дом. Но в то же время мне кажется, что я знаю это, что многие люди в мире недооценивают то, что происходит в Украине и не до конца осознают характер и цели России в Украине и методы, которыми она действует. Хотя, конечно же, для нас они понятны и ясны. Но я думаю, что такие люди есть, возможно, даже в этом зале. Госпожа К осталась на улице покурить. К ней подошел военнослужащий с виду 45 лет. Привязал ее цепью за руку к дереву во дворе за беседкой и стал избивать. Этот военнослужащий взял нож и начал резать одежду госпожи К при этом он молчал. Госпожа К просила ее не трогать. Говорила, что она ни в чем не виновата. Двое других военных также подошли и начали избивать госпожи К кулаками и резиновой после чего военнослужащий расстегнул штаны и вставил свой половой орган в рот госпожи К делая при этом движение назад-вперед это длилось примерно 10-15 минут затем произошла реакуляция в рот госпожи К затем двое других военнослужащих поставили госпожи К на колени наклонили подошли сзади и держа госпожи К совершили насильственные действия сексуального характера анально и вагинально затем приехал кто-то из руководителей оккупационных войск и приказал военнослужащим ехать с ним при этом он сказал что у хозяев появилась новая собака указывая на госпожу К военнослужащим он сказал что они молодцы и он рад за них это фрагмент из описания одного из дел наверняка вам было неприятно это слушать но это именно то с чем сталкиваюсь я и мои коллеги работая в Харькове каждый день каждый день адвокаты могут проводить по 8 часов на допросе с пострадавшими и выясняя все детали этих преступлений и большая проблема на самом деле именно для этих людей рассказывать по несколько раз все что они пережили но я хочу чтобы вы четко понимали насколько Россия насколько военнослужащие России хотят именно пытать людей хотят именно уничтожать украинцев только за то что они украинцы потому что мне кажется что многие воспринимают эту войну и характер преступлений как иногда случайное попадание куда-то но это не случайно потому что как вы понимаете пытать человека случайно нельзя людей пытают осознанно именно за то что они украинцы я как-то спросил у российской журналистки или просто журналистки Виктории Ивлевой что мешает многим россиянам условно демократическим либеральным воспринимать события в Украине так как они есть на самом деле и быть за Украину она сказала что и мешает то что они не здесь и я уверен что люди которые посетили Украину например Харьков где я был всего неделю назад Изюм Харьковской области село в котором я был неделю назад где до сих пор лежат русские танки где до сих пор лежит форма русских солдат где не осталось ни одного целого дома где куча воронок и где ящики от снарядов используются в качестве дров для печей это в общем-то очень полезная вещь для хозяйства ящики от снарядов и поэтому я хочу сказать что важно приезжать в Украину и видеть это на свои глаза потому что я видел не раз примеры когда люди которые даже будучи проукраинскими приезжая в Украину они совершенно меняли свое представление о том что происходит и свое отношение к этому ну и конечно же единственный способ остановить это быть за Украину и помочь Украине выиграть эту войну спасибо за внимание большое спасибо за ваше выступление действительно оно оставляет тяжелое впечатление и не просто так разумеется хотелось бы сказать что Харьковская правозащитная группа всегда очень тесно работала с Центром защиты прав человека Мемориал еще до начала войны обмениваясь информацией о тех преступлениях которые совершались в Украине я знаю что это очень важно и в нынешней катастрофической ситуации одна из немногих надежд это продолжение этого сотрудничества чтобы наконец положить как можно скорее конец этой войне призвать к ответственности всех виновных я также хотела поделиться ощущениями которые разделяют думаю многие люди которые занимались вопросами национальной международной справедливости в отношении преступлений России в Украине впервые усилия судебных расследований продолжаются в то же время что совершаются преступления к счастью сейчас в Украине есть возможность действовать и международные инстанции те люди которые работают на местах в Украине начали огромную работу по документации преступлений и правосудие сразу взяло на рассмотрение эти случаи даже во Франции рассматриваются преступления против человечности и военные преступления совершенные там это и очень важно и при этом очень необычно потому что правосудие осуществляется в то же самое время что продолжают совершаться преступления и конечно мы очень внимательно следим за всем что происходит за этой храброй работой которую ведете в Украине вы и ваши коллеги мы переходим к Усману ваше выступление называется Россия в Африке новые геополитические реалии я выросла и закончила школу еще в советскую эпоху и конечно эти реалии сильно изменилось эта тема была немножко забыта отошла на второй план но на нее вновь был пролит свет с событиями в Сахеле потом в Нигере и сейчас на бумаге по крайней мере там действуют группировки такие военные компании как Вагнер и конечно это такое очень непостоянное и постоянно изменяющийся пейзаж там много жестокости много насилия с марта с апреля мы постоянно видим новые подвижки изменения ситуации поэтому хотелось бы услышать ваш анализ ситуации спасибо за приглашение вы правильно делаете отсылку к историческому контексту мне кажется очень важно понимать что то что происходит возвращение России в Африку нельзя отделять от советской эпохи потому что в 60-е 70-е 80-е годы по крайней мере независимость была обретена в 60-м году и велась такая политика Советского Союза достаточно сильная в Африке это было культурное и интеллектуальное влияние прежде всего например в киношколе московской учились одни из самых крупных режиссеров таких как господин Сисако например один из самых крупных режиссеров он учился в Москве Усман Санден это один из местных кинематографистов тоже учился в Москве в 70-е годы Советский Союз был страной которая выдавала больше всего из западных стран так сказать выдавала стипендии для студентов из Африки но помимо этого влияния также было левое движение в Африке конечно мы говорили были подготовлены и военные учились и в кинематографе люди и инженеры и другие специалисты и надо сказать что та элита в Африке которую мы наблюдаем сегодня это русофилы и эти африканцы ездили в 70-е годы учиться в Советский Союз потом вернулись и занимались политикой например в Мали мы говорим о присутствии Вагнера о других вопросах но нынешний премьер-министр это человек который в начале 80-х лет готов получил стипендию от Советского Союза который ездил в Советский Союз закончил там аспирантуру жил в Киеве и сейчас является премьер-министром в Мали это вот такие спящие сети после распада Советского Союза про Россию и Советский Союз перестали говорить в Африке они как будто исчезли до того момента как в конце 2010-х годов они начались как я называю это беспорядки российская дипломатия интересно действует в Африке потому что это такая дипломатия возможности то есть это не то же самое что Китай у которого достаточно сложная политика шелковый путь крупные инвестиции стратегия взаимодействия с предприятиями нет влияние политика России в Африке это такая оппорционистская политика например как Вагнер и Россия смогли воцариться в Центральной Африке потому что там был эмбарго из Франции и западные страны отказываются это эмбарго снять сангари французские специальные службы которые действовали в Африке препятствовали беспорядкам но сейчас эти силы ушли с территории Африки потому что Франции уже больше нет достаточного количества средств а Москва после этого предложила альтернативный вариант именно после того как отступил Запад Россия заняла его место например происходит переворот в Нигерии появляется Россия в Буркенафасо что-то происходит беспорядки появляется Россия в Сенегале изменяется власть и тут же Москва выдвигает свои предложения то есть это такая оппортунистская стратегия это очень характерная черта в отличии от Китая от других больших и держав у которых настоящая политика которые вкладывают деньги энергию плюс такой оппортунистской стратегии дипломатии в том что она очень эффективна инвестиций проводится меньше а выгода большая например в Мали французы 12 лет присутствовали там практически 7000 человек там в какой-то момент присутствовало там были Евросоюз предложил специальные образовательные миссии это были огромные инвестиции в период 2013 до вывода этих сил с территории страны когда французы ушли там появилась Россия в соответствии с разведкой там было где-то 1500 членов группировки Вагнера там были проведены разные операции но это не были силы по освобождению французские силы освобождали территорию в 12 году я сам там был операция которая привезла операция серван которая привела к операции бархана в свое время позволила освободить такие же крупные территории которые сравнимы с площадью Бельгии или Швейцарии Вагнер этого в Мали не делает они проводят точечные мероприятия в деревнях в маленьких поселениях оставляют с собой много жертв там гораздо меньше инвестиций но выгода гораздо больше чем можно было поожидать Россия создала достаточно сложно сочиненную систему для получения денег то есть они в частности получают деньги за счет налогов на ресурсы Мали конечно бедная страна но существуют различные разведки силы разведки и НПО американские продемонстрировали что Вагнер получает около 10 миллионов евро в месяц и это все происходит от прибыли за счет ресурсов то есть это достаточно впечатляющие результаты и дипломатически в дипломатическом отношении это выглядит пугающе Россия предлагает другую риторику очень сложно успеть представить вам эту тему здесь но уже 10 лет подвергается вопросу гегемония запада в Африке и конечно Россия поддерживает такую альтернативную точку зрения например что говорят группы поддерживающие Москву зачастую это те кто выступал против использования местного франка местной валюты которая была навязана Франции и это были в общем что тоже вызывает опасения совершенно справедливые опасения потому что мы говорим о валюте которая носила колониальный характер а Москва вмешивается с другой риторикой в Центральной Африке проводится та же самая работа оппортунистские действия то же самое происходит в Мали то же самое происходит в Буркино-Фасо затем есть еще одно направление действия менее наглядное это вмешательство в выборный процесс то есть вмешательство в прямую политику один из самых крупных примеров это Мадагаскар где Россия попыталась финансируя некоторых кандидатов и также предоставляя средства для ведения пропагандистских предвыборных кампаний повлиять на итоги выборов это что-то новое это такая важная сфера которую нельзя упускать из виду за последние несколько лет это была такая вот оппортунистская дипломатия когда ушли французские силы с территории африканских стран мы видим что за счет так сказать успеха в странах Сахеля Россия прибегает к своим привычным примерам к своим привычным средствам возьмем в пример Мадагаскар мы много говорим о присутствии Вагнера но это лишь одна грань общей призмы помимо Вагнера есть и другие векторы влияния Москвы мне кажется что один из важных этих векторов который отражает то что происходит непосредственно в России это то что консервативные режимы в Африке тоже говорят о ценностях Путин много говорит достаточно гомофобных вещей но в Африке часто говорят о том что Запад навязывает нам ценности существуют такие внутренние механизмы невидимые альянсы и связи которые на самом деле очень сильны в Африке с одной стороны общество здесь в Европе выступает против преступлений России но в Африке сейчас очень сложно мобилизовать население настроить его против Путина это достаточно популярная фигура такая антизападная антизападные настроения очень значительны в Африке не потому же почему это происходит в России нет здесь это скорее связано с постколониальным наследием с нерешенными вопросами колониального периода но путинская риторика с этим вполне совпадает и скорее мы наблюдаем создание такого альянса консервативных мнений общих ценностей и идеалов Москва попыталась повлиять на выборы в Мадагаскаре но часть кандидатов представляли непосредственно идеи те же самые практически что Путин то есть это попытка разделить мир мы возвращаемся к идее блока запада и восточного блока и Путин здесь выступает такой альтернативной фигурой в контексте фигуры запада конечно это не умаляет значимости роли Вагнера конечно мы много говорим о Вагнере мы знаем как они действуют какие методы они используют например они были в Мавритании и прошлись по нескольким деревням не оставив за собой практически ничего и это настоящая значимая проблема в Африке у нас не получается документировать преступления потому что отрезаются информационные каналы когда Москва вступает в союз с какой-то страной все СМИ в том числе международные СМИ очень быстро отключаются корреспондентов высылают и так далее как только какая-то страна вступает в такой союз начинает поддерживать Россию там не остается ничего кроме прорусских СМИ я работаю для СМИ у которых всегда были корреспонденты и присутствие в Центральной Африке а сейчас у нас нет там представителей нет корреспондентов никто уже не готов отправиться туда работать потому что существует страх надо понимать что в Центральной Африке один из первых журналистов который освещал присутствие Вагнера в Центральной Африке погиб после встречи в посольстве Российской Федерации так и не удалось установить что произошло но некоторые говорят о том что это было отравление так что коммуникация в некоторых регионах с внешним миром практически отрезана и в этой глухой зоне происходит преступление Вагнера и очень сложно документировать эти преступления единственная структура которая пыталась этим заниматься это была миссия ООН в Мали Минусма которую выслали из Мали после массового убийства в Мура это одно из самых значимых кровопролитных убийств в Мали сотни жителей деревни были либо расстреляны либо обезглавлены можно сказать что да это действительно кровопролитие это действие Вагнера но когда был опубликован доклад об этом ООН уже не могла присутствовать на этих территориях они их покинули и сейчас только некоторые жители различных территорий фиксируют эти преступления поэтому необходимо пытаться найти стратегию фиксации документирования этих преступлений это одна это делается специально то есть то что обрубается информация информационные каналы это на мой взгляд часть стратегии влияния но будет ли такая стратегия долгосрочной я не очень уверен Вагнер разместился в центральной Африке и говорит о том что запад больше не будет присутствовать на этих территориях воцарится порядок однако по прежнему в этой стране есть боевики ИГИЛ по прежнему происходит массовые жестокие убийства ситуация не улучшается и я думаю что в долгосрочной перспективе такая риторика уже не очень убедительно звучит вопрос вопрос в том будет ли у гражданского сообщества у сил на местах сорганизоваться и противодействовать этому потому что в Малии например мы уже видим что оппозиция начинает организовывать объединять усилия в декабре январе в частности и что после этого стало происходить было принято решение прекратить все политические мероприятия все политические действия в Мали и не просто запрещены политические действия даже запрещено освещать их в СМИ например невозможно говорить об оппозиции в Мали я думаю это связано с тем что ситуация делается более нестабильной гражданское общество политические партии начинают собирать силы объединяться чтобы документировать происходящее я думаю что такое движение опасно для Москвы надо сказать что ситуация нынешняя не может измениться кроме как изнутри потому что как я сказал каналы информации обрубаются не выдают визы журналистов не пускают и трагедия заключается в том что с того момента как выехали западные дипломаты миссия ООН ситуация канула в лету можно сказать то есть она больше не освещается все немного забыли о том что происходит в Африке сейчас мы видим что уже не военные а политические советники из России ездят в Африку и вот эта закрытость постепенно начинает давать трещину я думаю что за счет этих трещин ситуация сможет извиниться и это сможет способствовать изменению соотношения сил снаружи спасибо большое спасибо Усман за этот очень интересный и подробный анализ конечно очень тревожащий это очень важная работа которую вы ведете для документирования ситуации которую действительно мы все меньше и меньше знаем которая все меньше и меньше освещается и слушая вас я подумала о том пути который на самом деле мы прошли за достаточно короткое время то время о котором говорил Александр действительно мы работали с африканскими коллегами которые документировали преступления группы Вагнера в Африке и это было очень сложно доказать присутствие даже само присутствие группы Вагнера например в Африке потому что конечно официально их там скажем так не было то есть потом мы уже перешли к ситуации когда они были гораздо более открыто открыто присутствовали там и конечно уже меньше скажем так скрывали свое присутствие и действительно чтобы вернуться к тому также что говорил Александр в самом начале я также была поражена когда мы работали над докладом об этих преступлениях это слова которые говорили люди задержанные российскими российскими солдатами на тот момент было непонятно как их называть по сути и их держали в подземных каких-то тюрьмах и люди использовали слово зайдан и вот это же слово на самом деле использовалось и в Течне и кажется в Афганистане тоже если я не ошибаюсь как раз в Афганистане впервые появилось это слово то есть не только практики но даже сами термины сами слова которые используют россияне в этих конфликтах они передаются скажем так из поколения в поколение и мы действительно видим продолжение того что мы видели ранее в других местах в других странах и те же самые преступления которые мы описывали уже 25 лет назад повторяются сейчас конечно в совсем другом контексте но практики очень похожи хотя контекст конечно и исторический и вообще место совсем другое но каждый раз мы видим что эти преступления остаются безнаказанными что это полный произвол и к сожалению мы не видели завершения этих конфликтов то есть Россия внедряется скажем так в какие-то конфликты начинает их или вступает в них и не заканчивает то есть это не так-то просто прийти к какому-то завершению такой ситуации конечно а теперь я обращаюсь к Лорану последний наш участник но тоже конечно очень важный который расскажет нам также о очень сложной ситуации где как мы надеемся все-таки не дойдет до войны но конечно российское присутствие там тоже является важным фактором и это сложный контекст потому что существует как мы знаем сотрудничество между Сербией и Россией мы знаем что Вучич например с одной стороны осудил войну в Украине но с другой стороны не захотел поддержать санкции против Путина против России то есть остается такая двойственность какой-то дипломатический танец танго между Сербией и Россией конечно очень сложный вообще контекст исторический географический Балкан здесь очень важно помнить и мы знаем что около 600 тысяч россиян оказалось в России сейчас на Балканах тех кто не согласен с политикой Путина кто выступает против войны с другой стороны есть и пропутинские группы которые ездят по России ездят по Сербии с российскими флагами и вот эти две России в Сербии например встречаются и конечно здесь нужно учитывать и исторический контекст сто лет назад также российская миграция проходила по тем же примерно географическим путям здесь очень много вопросов и анализ бывает разный мнение скажем расходится среди специалистов и мы хотели бы конечно услышать ваше мнение большое спасибо за это вступительное слово да действительно это очень интересная важная проблематика я хочу только сказать несколько слов когда вы говорите об Украине о том как вы документируете военные преступления я хотел бы напомнить о том что эта работа велась в Боснии и Герцеговине потому что действительно в 1994 году уже был создан трибунал хотя война еще шла и в 1992 и в 1995 году в Боснии шла война и первые обвинительные заключения против Радко Младича и других генералов после 1995 года были выдвинуты буквально через несколько недель после убийств в Сребренице то есть конечно эта работа сложная но это работа которая приносит свои плоды потому что мы знаем что некоторые генералы сербские в том числе были осуждены конечно это сложный контекст и нужно подробно можно обсуждать роль вообще правосудия в этой ситуации можно вернуться к этому вопросу попозже но я хотел бы сказать для начала о том что когда в феврале 22 года война началась или началась заново скажем когда произошло полномасштабное вторжение конечно на Балканах люди испугались потому что несмотря на то что уже 30 лет войны нет конечно люди помнят о войне и очень живо живы эти события в памяти балканцев конечно всем было очень страшно и с другой стороны можно было бы задаться вопросом о том возможен ли такой второй фронт на Балканах на Балканах действительно у России есть рычаги влияния в некоторых балканских странах и с другой стороны Балкан это такая какая-то серая зона Евросоюза рядом с Евросоюзом и может быть действительно Путину было бы интересно попытаться дестабилизировать этот регион если открыть карту этого региона сегодня можно подчеркнуть две важных точки напряжения это конечно Босния и Герсеговина которая до сих пор разделена на две части на севере и на юге с 95 года то есть это страна которая на самом деле государство которое практически не функционирует то есть есть очень много сепаратистских настроений и сербских и хорватских Косово конечно в 2008 году объявил о своей независимости но не было признано в основном и в частности пятью государствами ЕС Словакия Греция Кипр и Румыния кажется это были не признают до сих пор независимость Косово ведутся в Брусселе с 11 года переговоры о нормализации взаимоотношений между Приштино и Белградом и это очень сложные переговоры в частности в Митровице на севере Косово живут в основном сербы там Река разделяет албанцев и сербов это тоже очень напряженная скажем так точка то есть вот основные скажем точки напряжения геополитического в этом регионе и эти точки нужно также поместить в контекст общий стран этого региона в целом то есть это страны которые являются кандидатами на вступление в ЕС на разной стадии скажем так у Косово конечно нет еще статуса кандидата он пока только добился облегчения визового режима с европейскими странами Босния и Герцеговина только что получила статус кандидата на вступление в ЕС а Сербия начала уже в 2013 году переговоры то есть это конечно очень медленный процесс и по сути уже 30 лет на Балканах говорят о том что в какой-то момент наверное мы вступим в ЕС но при этом нет никакой конкретной даты скажем так и это очень сложно для местного населения потому что например Молдова и Украина получили статус кандидатов на вступление в ЕС и такой статус конечно ну по сути был дан достаточно быстро и на Балканах на это смотрят иногда достаточно критически потому что у них это происходит гораздо дольше то есть вот здесь вы видите две точки напряжения и в то же время вступление в ЕС задерживается скажем так и вот в этом контексте можно задаться вопросом есть ли у России какие-то возможности продвинуть свои позиции в этом регионе здесь нужно сказать что влияние России конечно с одной стороны достаточно ограниченное в экономическом смысле то есть да Балканы закупают российский газ и Россия контролирует операторов газа в Сербии в частности в Боснии и Герцеговине также присутствие есть значительное то есть конечно это влияние значительно но менее важно наверное чем конечно экономические интересы съесть то есть в основном на 60% обмен экономической торговли идет с ЕС а не с Россией и конечно есть огромные инвестиции со стороны того же Китая гораздо более значительные чем со стороны России то есть российское влияние есть но не огромное каковы рычаги влияния мы говорили что Россия в нише установила открыла центр приема мигрантов на несколько сотен МЧСовцев которые сейчас находятся на этой базе в нише и они должны помогать местным жителям в случае каких-то стихийных бедств и так далее то есть существует такая база другой канал влияния важный в Сербии это СМИ начиная с 2014 года в Сербии существует вещает спутник после аннексии Крыма в Сербии началось это вещание также вещает Russia Today после начала полномасштабного вторжения в 2022 году в Сербии осталась единственной страной ЕС где все еще вещает РТ совершенно свободно то есть на самом деле этот канал как раз даже стал вещать только после начала полномасштабного вторжения то есть Россия на самом деле конечно имеет большое влияние на сербские СМИ и это связано с как раз тем разрешением которое сербское правительство дало на это присутствие медиа то есть президент Вучич тоже продвигает такой нарратив российских властей в сербских медиа это и телеканалы местные Пинг и другие то есть эти каналы также передают скажем так пропаганду Кремля и в общем это конечно делается с согласием с разрешением президента Вучича есть и другие каналы влияния это конечно в частности и православная церковь не буду вдаваться в детали но так или иначе самое главное что нужно понимать это то что аргумент россиян российских властей для Вучича очень удобен потому что Вучич это человек который ведет авторитарную политику в Сербии и Сербия каждый год опускается в рейтингах свободы прессы вся пресса контролируется властями на на оппозицию на независимые СМИ оказывается огромное давление то есть на бумаге Сербия все еще демократия но на самом деле это все более авторитарный режим сегодня и этот аргумент для Вучича очень удобен потому что он говорит вот если Евросоюз будет нас критиковать за несвободу СМИ вот мы в принципе можем тогда вернуться к более тесным взаимоотношениям с Россией вернуться к нашей традиционной дружбе с Россией и конечно это пугает всех в Евросоюзе и с другой стороны на самом деле ничего конкретного на местах скажем так не происходит то есть если посмотреть например на последние опросы около 60% сербов на сегодня уверены в том что начало полумасштабного вторжения России в Украину связано с ошибками Запада то есть это показывает что конечно влияние российской пропаганды тоже есть с другой стороны Россия может иметь влияние в частности в Республике Сербской Боснии Герцеговине потому что Миларад Додич который является основным лидером этой Республики Сербской он очень любит деньги на самом деле он хочет оставаться у власти так или иначе он хочет чтобы его семья получала максимальную прибыль и этот человек очень любит пугать скажем сепаратистской угрозой и для этого конечно он ищет себе союзников там где он может их найти и в последнее время он чаще всего все чаще и чаще ездит в Россию он получил несколько лет несколько недель назад орден от Путина в Казани в знак вот этой дружбы между Россией и Сербией и то есть конечно это такой элемент дестабилизации и конечно Додич ищет деньги там где он может их найти для того чтобы расплатиться с долгами и так далее но так или иначе это фигура которой можно легко манипулировать и Россия конечно может пользоваться им для того чтобы пугать Запад в частности и что еще можно отметить относительно Косова это тот факт что после начала полмаштанного вторжения России в Украину премьер-министр Албании задумался о том что необходимо двигаться в сторону Америки в сторону Запада для того чтобы скажем так перевернуть эту страницу и подчеркнуть что Косово должно быть признано всеми и утвердить независимость Косово и соответственно чтобы власть Приштины признавалась на всей территории Косово что на самом деле до сих пор еще не совсем так то есть он подумал что у него открылась такая возможность и я думаю что он недооценил ситуацию недооценил угрозу которую Россия представляет собой и в итоге Вучич стал лучшим союзником всех на самом деле то есть он очень очень удачно пользуется этой ситуацией и конечно никто не думает о том что в Банилуке или в Белграде окажется вскоре российская армия но так или иначе конечно это регион в котором начиная с 19 века разные страны разные державы скажем так пытаются утверждать свое влияние и конечно Россия один из очень важных акторов в этом регионе и другим важным актором является сегодня Китай потому что Китай очень массово инвестирует сегодня в Сербии и Сербия зависит сегодня не столько от России сколько от Китая на самом деле потому что это несколько миллиардов инвестиций контроль над различными шахтами добывающей промышленностью они строят дороги то есть опять же они гораздо больше скажем так связаны взаимоотношениями с Китаем чем с Россией но в случае с Серби конечно очень важно помнить о Косово потому что Путин очень любит нарушать скажем так нерушимость границ и поэтому для сербов кто является их другом скажем так это тот кто будет защищать нерушимость их границ и тот кто инвестирует в развитие страны то есть я бы сказал что ситуация конечно изменилась с 22 года и сегодня Вучич гораздо меньше говорит о своей дружбе с Россией и чаще или больше скажем так переориентируется на Китай вы говорили о россиянах которые приезжают в Сербию да действительно более 340 тысяч россиян которые прилетели самолетом в Сербию потому что Белград это последний аэропорт который по-прежнему обеспечивает прямое авиасообщение между Россией Европой там конечно не только Москва и Санкт-Петербург там и Казани Нижний Новгород и вылеты в другие города немножко повсюду в России то есть 340 тысяч россиян прибыли в Сербию некоторые вернулись обратно в Россию кто-то уехал в другие страны но в Белграде русский язык звучит на каждом углу вы можете зайти и в бары и в какую-то компанию там стало очень много русского языка Яндекс даже перенес одно из своих подразделений туда и зачастую туда переехали люди которые образованные не хотели участвовать в войне это не обязательно люди которые активно выступают против войны нет они просто не хотели участвовать или потенциально участвовать в войне 4 тысячи человек проголосовали во время президентских выборов в Сербию сходили в посольство то есть это действительно небольшой процент но надо сказать что никто не хотел делать дополнительные участки для голосования и надо сказать что 80% из всех проголосовавших проголосовали за Путина и это один из самых лучших результатов за исключением Черногории после Черногории то есть это люди которые открыты миру они знаете и надо сказать что эти люди которые проголосовали против Путина мне говорят в Белграде что это люди которые дают какой-то новый дух Европы в Сербии Большое спасибо за то что вы добавили еще больше сложных элементов в эту непростую без того картину действительно это парадоксальная достаточно картина вы упомянули Китай и конечно Китай это важный экономический политический деятель на этой территории и Китай начинает приобретать все больше и больше вес в разных местах это союзник России который пугает Запад но при этом бессонно обеспечивает и большое присутствие на местах я должна была посетить Минск и я видела что многое написано по китайски на табло вылета в аэропорту то есть действительно мы видим результаты таких геополитических процессов в этом что на меня тоже произвело впечатление конечно многие россияне переехали в Сербию после февраля 22 года но и другие россияне присутствуют живут в Сербии проводят какие-то демонстрации и там присутствуют и те кто не поддерживает войну то есть антивоенно настроенные люди но вот есть определенная такая дихотомия между теми кто может быть выступает против и кто выступает за это было и до войны президента в ходе посещения Москвы рассказала о тех членах оппозиции и не поддерживая некоторые не поддерживают войну представила этот список Путину список оппозиционеров которые ходили на официальные мероприятия на какие-то общественные мероприятия в Белграде и надо сказать что иностранцы и россияне могут ездить в Сербию без визы и таким образом это был такой подарок от Вучича Путину мы посмотрим как ситуация будет изменяться со временем я благодарю всех участников дискуссии которые представили нам разные частицы этой сложной картины международной но проводят очень важную работу мемориал надо сказать занимался всеми этими конфликтами вы упомянули войны на Балканах несколько человек которые упомянутые в докладах мемориале начали свою можно сказать карьеру военных преступников на Балканах а затем действовали в Чечне и сейчас в Украине и все эти конфликты к сожалению связаны вот таким лейтмотивом российских преступлений мы к сожалению не успели поговорить о том что мемориал проводит важную работу по преступлениям России в Сирии вы можете онлайн найти большой доклад где который подготовили журналисты и правозащитники из мемориала из новой газеты они посетили разные страны соседние с Сирией чтобы опросить беженцев чтобы те рассказали им о преступлениях которые совершали Вагнер и другие частные военные компании в Сирии это очень важная информация о преступлениях совершенные в этой стране и конечно Грузия там война длилась намного меньше но последствия этой войны по-прежнему чувствуются часть грузинской международной признанной грузинской территории по-прежнему является оккупированной и многие задокументированные преступления были зафиксированы мемориалом и коллегами мемориала сейчас эти преступления продолжают рассматриваться и изучаться сейчас я хочу передать слово нашим зрителям у нас еще есть полчаса до пяти часов у нас время на дискуссию что ж у нас да еще 30 минут если у вас есть вопросы то пожалуйста правда мне в глаза очень сильно светит прожектор я вас не очень хорошо вижу поэтому говорите громко если у вас есть вопросы мне сообщают что справа и слева есть микрофоны вы можете подойти задать вопрос но может быть для тех кто сидит в середине ряда это будет не так удобно сделать спасибо большое за ваше выступление очень интересно хотелось задать вопрос о том что касалось Африки Балканов и войн которые ведет Россия в нынешнем контексте войны в Газе мы видим что растут антизападные настроения осуждается такая двойная политика в отношении военных преступлений то есть может ли сложиться такая антизападная коалиция которую может быть возглавит Россия мы наблюдаем связи между Россией и Тегераном в Африке Россия также наращивает свое присутствие и укрепляет связи может ли вот этот фронт расшириться и еще больше силы набрать спасибо большое пока несут следующему зрителю микрофон может быть вы можете ответить но я честно говоря не хочу ничего придумывать поэтому пожалуй откажусь не буду отвечать я хочу сказать что я немного опасаюсь вот таких настроений в Африке знаете мне кажется мы часто совершаем вот эту ошибку мы описывая то что происходит в Африке как антизападный подход мы забываем о целях России в Африке нет антизападного настроения нет и антифранцузских настроений надо слушать прислушиваться к движениям различным имеющимся в Африке мне кажется что мы их слишком демонизируем конечно есть негативные настроения однако мы сейчас слышим осуждение политики Франции в Африке это не антизападное настроение это достаточно объективная критика то есть тот факт что мы осуждаем экономическую политику не значит что мы настроены против запада предлагаю вернуться к очень важной теме я думаю что нужно вывести демократию из поля исключительно западных стран потому что зачастую демократия воспринимается как ценность запада но это всеобщая ценность и мы попадаем вот в эту ловушку то есть мы противопоставляем такую создаем дихотонию с одной стороны запад а с другой стороны все как бы враги запада то есть путин китай и так далее я думаю что нужно выйти из этой логики потому что некоторые используют это в свою пользу например то что происходит в Снегале как раз доказывает справедливость моих слов там демократическая борьба идет стремление к общественной свободе это не стремление быть похожими на запад это стремление которое произрастает из потребности общества это происходит потому что мы хотим свободы потому что мы хотим выступать против существующих режимов мы хотим свободы слова не потому что мы стремимся быть похожими на запад думаю очень важно не упускать это из внимания потому что вот такая логика подпитывает консервативное настроение которое приводит к соответствующим альянсам и связям и в Африке и на Балканах сейчас существуют такие аргументы то есть существует определенный страх который заставляет задуматься о том чтобы присоединиться к России это инструмент дипломатический инструмент который мы который многие используют потому что на западе сформировался такой комплекс страха в отношении этих стран которые мы вам представили и на самом деле такой дихотомии противопоставления не существует демократия это всеобщая ценность и то за что борются и малейцы и сенегальцы и украинцы и грузины все это единые общечеловеческие ценности антизападный фронт в России например два движения с одной стороны талибы с другой стороны Хамаса не признаны террористическими и антизападный фронт очень просто устроен но то что Советский Союз сделал в Африке привел к гуманитарным последствиям но это была большая работа по построению второго антизападного фронта для Советского Союза такой подход был очень полезен были созданы военные базы базы для авиации и так далее Россия принесла в Африку такие войны как в частности конфликт в Анголе возьмем в пример Сомали где российские политические действия были очень активными и например в 1993 году полностью была разрушена структура общества это так бы видимая часть политики России в Африке но лучше стоит помнить о гуманитарных аспектах деятельности СССР в Африке второе это цепь преступлений началось с Афганистана потому что разная тактика которая применялась на постсоветском пространстве в конфликтах уже задействовалась например в Африке это были советские методы которые воспроизводила Россия источники современной нынешней политики России гораздо более глубокие в России представления об Африке почти не существует для Франции например Африка гораздо более видимо но в России эта тема почти не освещается и необходимо упоминать Африку чаще в обсуждениях о правах человека в России большое спасибо да я хотел отреагировать на это чувство фрустрации разочарования в Западе которое подпитывает желание сблизиться с Россией и два года два дня назад выступал Мниэль Макрон я внимательно послушал его выступление касательно вступления Валканов в Евросоюз президент сказал что эти страны должны присоединиться к Евросоюзу и это совсем не та риторика которая происходила в 93 году в Евросоюзе и конечно логично для балканских стран обернуться к другим странам возможно к России к Китаю это такие не сбывшиеся обещания да цепь преступлений как вы сказали что было на аэродроме Слатина в Приштине в 99 году российские спецслужбы вошли туда под руководством Евкурова он работал в Ингушетии в Северном Кавказе и Янузбека Евкуров после бунта Пригожина говорил вместе с другими генералами в России он пересмотрел наследие Вагнера в Африке поэтому те же самые фигуры присутствуют и на Балканах и в Африке во-первых большое всем спасибо за очень интересные выступления и такой экскурс в историю и в современный день но у меня вопрос сейчас к Денису Денис можно без наушников меня слушать по-русски я к сожалению по-украински не говорю у меня такой вопрос насколько глубоко ваше сотрудничество с европейскими американскими так скажем западными структурами в расследовании всех преступлений и насколько велики или наоборот малы шансы что вот эти самые западные страны или западные структуры выдадут мандаты на международный розыск и арест военных преступников Путина как человека который развязал эту войну и государство России в целом за все те преступления которые были произведены потому что я представляю что как бы поименно будет назвать каждого преступника сложно но тут должно быть ответственность и наказание ну в общем-то ордер на арест Путина уже выдан и не только на арест Путина а некоторых других участников виновников подозреваемых военных преступлений с похищением детей которые Путин сам дал публичные не только после этого уже выдали ордера на арест командиров дальней авиации России ну мы действительно очень плотно сотрудничаем с разными организациями с разными волонтерами правительствами то есть но обычно вот начиная с 22 года все международные эксперты все в международном уголовном праве они говорят что большинство преступлений должно расследоваться в Украине и в украинских судах мы знаем об украинских судах больше чем они конечно смотрели на это не так оптимистически как они но это то над чем мы в общем-то работаем сейчас то есть мы практически занимаемся тем что каждый день составляем пострадавшим все эти документы мы их отправляем не только в международный уголовный суд в международный уголовный суд идут такие большие представления по разным видам преступления в частности о геноциде мы отправили уже два представления и мы в частности считаем что перемещение детей из Украины в Россию должно квалифицироваться как геноцид а не как оно квалифицировано сейчас международным офисом прокурора МУС но то есть украинские суды рассматривают эти дела они оглашают господи вырок как это по-русски да сентенс да приговоры российским солдатам ну то есть у нас есть какие-то опасения что потому что Украина же это член совета Европы в отличие от некоторых и то есть у российских солдатов тоже на самом деле это я им подсказываю наверное есть возможность подать жалобу в ЕСПЧ моя организация вообще выиграла больше всего дел в ЕСПЧ против Украины чем кто-либо но сейчас мы занимаемся вот как-то чем-то другим то есть раньше мы никогда не могли представить что мы будем так сотрудничать вообще с украинским государством и с украинскими структурами прокуратурой и так далее но вот это так сейчас происходит ну то есть дела ведутся и Международный уголовный суд его он в принципе создавался как суд последней надежды вот если нигде преступников не могут осудить нигде в национальных юрисдикциях в других судах то вступает Международный уголовный суд и начинает расследовать то есть в общем-то его он этим и ограничен и скорее всего он может вынести приговоры десяткам людей может сотням людей главных исполнителей этой войны этих преступлений но все другие преступления то есть сейчас они расследуются в Украине потому что особо больше нет ничего каких-то механизмов есть конечно идея создать трибунал например по преступлению агрессии и тут скорее должен быть не трибунал только агрессии России против Украины но наверное какой-то постоянно действующий трибунал потому что очевидно что это не последняя агрессия в истории это как бы общее преступление из которого все проистекает то есть первичное по отношению к всем остальным международным преступлениям ну вот как-то так надеетесь вы на так сказать Нюрнберг 2 после победы Украины над российскими преступлениями надеемся на что Нюрнберг 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 процесс 2 ну не только на него мы не надеемся мы работаем над этим спасибо Добрый день меня зовут Борис Федоровский я из русской белой эмиграции мне кажется что этот круглый стол можно было бы расширить в том смысле что эти войны ведутся с 1918 на самом деле этот период так и не закончился этот период отмечен постоянным насилием и сейчас 6% ВВП вкладывается в военный военно-промышленный комплекс и мы знаем что это насилие конечно оно влияет на экономику это 10-15% ВВП и с другой стороны с 18-го по 1953 год мы это видели уже в Советском Союзе и это насилие имеет огромные масштабы думаете ли вы что без изменения режима и без сопровождения этих изменений со стороны Евросоюза возможно ли будет снизить это насилие сократить его в этой стране я думаю что именно эта возможность была упущена в 92 году конечно это был довольно хаотический период 90-е годы а потом Путин пришел к власти и в итоге весь военно-промышленный комплекс силовики заняли очень важное место и сейчас действительно на них приходится 15% ВВП и более то есть думаете ли вы что важно в этом смысле иметь некоторое сопровождение со стороны Евросоюза я убежден в том что тема насилия и репрессий советского периода это очень важная тема и в то же время сегодня мы в основном говорим о войнах постсоветского периода и в тех войнах в которых участвовали российские силы мы также будем говорить и о спецслужбах и о репрессиях мы будем говорить об этом и в исторической перспективе и о том что происходит сейчас эта тема будет затронута на втором круглом столе это отдельная тема конечно невозможно поговорить обо всех аспектах этих тем в рамках одного круглого стола это очень серьезные сложные темы очень масштабные я думаю что мы можем затронуть здесь три вопроса это война и не все конечно войны мы сегодня сможем обсудить репрессии тюрьмы КГБ и так далее и дискриминация но наша работа будет продолжаться и конечно я думаю что будет еще другие будут другие мероприятия будут другие круглые столы и мы конечно сможем поговорить в частности об этих темах и может быть Денис может сказать открыто о том что действительно насилие и система тюрем которые сейчас строятся на оккупированных территориях это тоже очень важная тема это тоже такая к сожалению традиция насилия в тюрьмах в советских тюрьмах которые мы знаем насилие в тюрьмах в частности в ходе вооруженных конфликтов но это конфликтов но это еще другая тема мы можем только здесь шаг за шагом рассматривать эти темы мы наши возможности тоже скажем так ограничены и мы конечно будем продолжать эту работу потому что это то что продолжается действительно уже более 100 лет и решить сразу все проблемы очень трудно это только начало нашей работы нашего разговора большое спасибо я думаю что мы можем еще один два вопроса заслушать чтобы оставить время на ответы и будем завершать наш первый круглый стол у меня есть вопрос если позволите мы действительно говорим о бесконечной цепи войн насилия и России и Советского Союза может быть это к вам вопрос представляем ли мы влияние присутствия ветеранов этих войн афганской войны чеченской войны украинской войны нынешней каково это влияние на российское общество и как это может российское общество изменить какую сторону Александр можете ли вы что то сказать может быть о влиянии или о преступлениях которые совершаются ветеранами возвращающимися с войны я утром сегодня видела в новостях что около 100 человек уже погибли от рук тех солдат которые вернулись с войны в Украине это наверное минимальная оценка скажем так вы знаете радио свобода говорит что действительно около сотни или двух сотен человек убито вагнеровцами или другими солдатами вернувшимися с войны в Украине но это только начало это только начало и результаты мы увидим гораздо позже сегодня мы видим и другие аспекты этого насилия после теракта в Крокус-Сити в Москве когда поймали террористов им одному из них отрезали ухо мы видели эти видео и эти видео оказались в соцсетях и после этого представитель российского государства говорил что это вполне нормально что это что это не насилие что поэтому здесь на самом деле опасность не только в том какое насилие могут совершаться могут совершать возвращающиеся из войны здесь опасность в том что насилие совершается государством и по отношению к подозреваемым в терроризме и по отношению к оппозиционным деятелям и так далее эти вот отрезанные уши уже мы видели в Чечне и ранее и это действительно это практика пыток который воспринимается как нормальное скажем так российским государством и это такое вот частное проявление войны частное проявление насилия со стороны людей которые возвращаются с войны это не частная война это война государства это политическое насилие и это опять же политика российского государства Это гораздо серьезнее и гораздо страшнее. Да, спасибо большое, Александр. Надеюсь, что вы получили частичный ответ на этот вопрос. Мы можем еще продолжить это обсуждение потом в кулуарах. Действительно, это важный вопрос, то, что происходит с возвращающимися с войны, и с афганской, и с нынешней. И я думаю, что мы помним, как это было в наше время, когда кремлевские представители и сам президент так открыто об этом говорит сегодня. Есть ли еще вопросы в зале? Если вопросов больше нет, мы можем завершать. Есть вопрос? Да, пожалуйста. Добрый вечер. Спасибо большое за эту встречу. У меня вопрос, скорее, про русское общество. Русское общество смогло не заметить войну в Чечне. Меня абсолютно потрясло, насколько прошла незамеченная война в Сирии. Об этом не говорила даже русская интеллигенция о том, что делали русские в Сирии. И, честно говоря, у меня ощущение, что большая часть русского общества продолжает незамечать войну на Украине. Как вы могли бы это объяснить? И как с этим можно, может быть, у вас есть идея, как с этим можно бороться? Потому что, несомненно, в частности, это позволяет русскому правительству начинать все новые и новые войны. Мы здесь представители мемориала. Мы представляем Россию, которая видела эти преступления, которая документировала эти преступления и которая пыталась обращаться ко всему российскому обществу для того, чтобы положить конец этим преступлениям. Это, конечно, было трудно. Но, например, во время Первой Чеченской войны Борис Немцов получил миллион подписей, собрал миллион подписей под письмом против этой войны и за то, чтобы положить конец этой войны. И то, что сделал Лебедь, на самом деле было результатом того, что он понимал, что есть в России антивоенное движение. Во время Второй Чеченской войны практически не было уже возможностей бороться с этой войной на политическом уровне. Это было гораздо сложнее. Но борьба против преступлений не дала нам победы, но при этом мы собрали огромное количество информации, которую уже нельзя будет отрицать. На самом деле, во время Первой Чеченской войны практически не было расследований этих преступлений. И были сотни различных резолюций, принятых в Страсбурге. Это тоже результат работы гражданского общества. То есть, может быть, мы не смогли, конечно, предотвратить эту трагедию, но мы знаем, что у нас есть статистика этих преступлений. Мы можем практически всех преступников назвать по именам. И сегодня мы обращаемся к социологии, мы обращаемся к результатам работы правозащитников, команды против пыток, в частности, которые будут участвовать в следующем круглом столе. Мы видим эти результаты, мы видим изменение общественного мнения российского общества достаточно явно. То есть, российские власти готовы отрезать уши и пытать преступников, но для многих россиян это уже совершенно неприемлемо. Может быть, мы этого не видим, потому что мы не видим российское общество, мы видим российские власти в основном. Но это, опять же, только начало. И мы знаем, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину Лев Пономарёв также собрал более миллиона подписей под антивоенной петицией. И эти подписи были собраны мгновенно. То есть, сегодня российское общество, на самом деле, мы его просто не видим. Оно невидимо. Но мы знаем, что есть десятки тысяч россиян, которые помогают украинцам, которые помогают вынужденно перемещенным украинцам в России. И это невидимая работа, опять же, потому что если я смог бы рассказать вам об этих аспектах этой работы, то о них бы узнали и российские власти. И это чревато репрессиями. То есть, мы знаем, что, конечно, российское гражданское общество находится под огромным давлением, потому что это гораздо более опасная ситуация, чем при Брежневе. И в эти репрессии как раз показывают нам, что существует другая Россия, которая не слепа и которая сегодня безгласна, которая не может открыто говорить о своей работе, но которая продолжает работу. И поэтому, возможно, мы просто этого не видим со стороны. Но мы знаем, что, опять же, как только российские власти и российские силы входят в какой-то регион, они прежде всего отрезают все каналы коммуникации. Именно поэтому мы не знаем, что происходит. Опять же, очень просто здесь, в Париже, говорить открыто, и мы здесь являемся как раз-таки представителями той России, которая продолжает эту борьбу. Олег Орлов, о котором мы начали говорить с самого начала, с сегодняшнего вечера, он как раз представляет вот эту Россию, которая продолжает бороться. Большое спасибо за эти слова. Я думаю, что на них как раз мы можем и завершить наш круглый стол. Действительно, мы знаем, что еще очень много тем, над которыми нужно продолжать работать вместе, в частности, юридический аспект. И здесь та работа, которую ведет Денис в Украине, очень важна. И очень многие наши коллеги в Африке тоже ведут очень важную работу, и многие из них вынуждены были уехать оттуда, потому что они получали угрозу со стороны группы Вагнера, с другой стороны, со стороны представителей их правительств, которые сотрудничают с Вагнером. И, конечно, мы очень внимательно следим за тем, что происходит на Балканах. И хочу также сказать, что когда я говорила о преступлениях, которые совершаются, я, конечно, говорила прежде всего о преступлениях, которые совершаются российскими силами. Но, с другой стороны, действительно, мы говорим о том, что российское общество закрывало глаза на Чеченскую войну. Может быть, это менее справедливо в отношении украинской войны. И, конечно, россияне тоже являются жертвами пропаганды, дезинформации, страшного масштаба. Тем не менее, я думаю, что, конечно, было и отрицание со стороны Запада. Запад тоже закрывал глаза на те преступления, которые совершались, в частности, в Чечне. И мы помним, что велись дискуссии, в частности, в Совете Европы, и в ООН, и нам говорили, что все это внутренние дела России, и что мы не можем ничего здесь поделать. И те меры, которые сейчас принимаются против войны в Украине, конечно, слишком поздно, слишком мало, но мы к этому призывали уже 30 лет назад. И мы говорили очень простую вещь. И мемориал, в частности, одним из первых это говорил открыто, что если мы не прекратим эти преступления сейчас в Чечне, это выльется и за пределы России. И международное сообщество говорило нам, нет, вы слишком пессимистично видите ситуацию, и если мы будем дружить с Россией, если мы не будем видеть ее как врага, если мы не будем ее унижать, вот все эти слова нам говорили, что нужно именно так поступать, и тогда все вернется в свое русло. И при этом сегодня 25% Грузии оккупированы Россией. Опять же, Запад наговорил, не нужно на это реагировать, не нужно злить Россию. В Сирии Россия изменила свою тактику, потому что, опять же, долгое время присутствие России отрицалось в Сирии, но сейчас как раз мы уже видим, что Асад возвращается на международную сцену, и именно Россия позволила ему остаться у власти. И, к сожалению, нужно сказать открыто, что когда конфликт подошел уже к границам ЕС, вот тогда все проснулись и все поняли, что действительно есть серьезный риск. То есть, действительно, я думаю, что и российское общество закрывало глаза, и с другой стороны международное сообщество, если я могу здесь себе позволить его покритиковать, тоже закрывало глаза на многие-многие годы преступления. И именно это привело к той ситуации, в которой мы находимся сегодня. И вот нужно разделять эту ответственность, нужно открыто ее видеть и говорить о ней, потому что действительно это в частности входит и в мандат международного уголовного суда, потому что это касается не только России, но опять же это тоже может привести еще к новым конфликтам. И поэтому, конечно, работа всех наших сегодняшних гостей чрезвычайно важна, потому что она является как раз-таки ключевым элементом борьбы против этой безнаказанности и против этого насилия. И мы уже 30 лет описываем все эти преступления. Можно, конечно, начать и возвращаться в более глубокие, скажем так, пласты нашей истории за последние 100 лет. Конечно, эта история очень долгая, но за последние 30 лет действительно вот эти постсоветские конфликты, о которых мы говорим сегодня, показывают, что это очень важная сфера работы и борьба с безнаказанностью, и борьба с дезинформацией, борьба за свободу прессы, потому что действительно нужно открыто говорить об этих преступлениях, и только так можно эффективно с ними бороться. Хочу поблагодарить еще раз всех наших гостей. И хочу призвать вас не выходить из этого зала, потому что, на самом деле, на многие вопросы, которые вы задавали сейчас, вы можете услышать ответы на следующем круглом столе, в частности, о той работе, которая ведется по борьбе со всеми этими преступлениями в России. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok